Друзья, всем большой привет! Новый выпуск рубрики «Мобильный репортер». Мы только что закончили нашу репетицию. Друзья, все прошло замечательно. Сегодня пятница, 5 число, 5 мая, если быть точным, причем 23 года. Если кто-то это видео будет смотреть позже, не знаю, в каких-то там 24-25 годах, надеемся, что вам эти ролики будут еще интересны и актуальны. Многие друзья из вас, подписчики, спрашивают постоянно про Тома. Это новые зрители и интересуются, кто же это, чем же он занимается, почему он, скажем, постоянно появляется в наших видео и, собственно, с телефоном сидит, молча, как правило, и, собственно, наблюдает за происходящим. Друзья, значит, я хотел бы все-таки представить для тех, кто не знает этого человека. Это мой родной человек, Тамази Микава, муж моей мамы, практически, можно сказать, что это мой папа. Вот, ну, да, так получилось, что Том пришел в нашу семью, когда мне было 10 лет, вот, и очень много, конечно, 9 лет, да. Очень много, конечно, что меня с ним связывает, мою семью связывает. Собственно, можно немножко позадавать вопросы, которые часто спрашивают. Том, в общем, расскажи, пожалуйста, как ты вообще появился в цирке, чем-то занимался, пока Боня тут чай пьет, чтобы люди понимали, собственно, вот, принадлежность... Боня, будет интересно. Боня, Боня сейчас интересно чай попить. Ну, так, такое короткое видео просто, ну, чтобы люди понимали принадлежность твою к цирку. Пожалуйста. Как я появился в цирке? Ну, да. Я родился, как говорят у нас, родился в цирке. У меня папа работал в цирке, акробатом, пришел из спорта. Вот. Ну, естественно, увидел маму, женился на маме. Блин, ты что делаешь сейчас, извини? Ты видела, на руку засунула в чай и только что себе прическу сделал, не видела? Ну, правильно, я тоже так иногда делаю. Ну, способ. Только подкрал. Том, давай рассказывай, иначе сейчас мы тут точно отличимся. Ну, и я родился и с малых лет, с двух месяцев от рождения поехал на гастроли вместе с родителями. Потом закончил 8 классов. Здрасте. Поступил в цирковое училище, закончил цирковое училище, отслужил армию. Ну, получилось, я ушел с 4 курса, отслужил армию, вернулся и доучился. В училище цирковое? Да, закончил цирковое училище и пошел как исполнитель по распределению, попал в номер в цирковой, художественно-акробатическую группу. Вот. Там отработал где-то года три с половиной. Потом у меня родилась идея сделать… Ну, это как раз вот начало 90-х годов. Тоже все-таки все разваливалось. Непростое время, да? Да, непростое время было. И цирки были пустые, и номера многие уезжали за рубеж. И я родилась идея у меня сделать номер эксцентрику с собакой, с дрессированной. Мне это удалось. Вот, я работал, вот так же ездил по циркам, а потом встретил твою маму. Слушай, Том, ты совсем забываешь рассказать о том, что ты до этого работал в спортивных жанрах. Вот. И более того, зрители должны понимать то, что ты считай цирковой ребенок, ребенок, рожденный в опилках. Потому что многие дети, у которых родители также работали в цирке, Бонька, ты все, попила чай, что ли? Вот. Они, соответственно, друзья были с родителями на гастролях всю свою жизнь. Ну, да, и школе. То есть мама, папа в цирке. Ну, папа работал как бы в цирке, был акробатом. Причем очень крутым, друзья, акробатом. Вот. У него тоже именной трюк был, Микавский пируэт, да там? Да, был такой. О нем писали. О звании у него заслуженный мастер спорта по акробатике. Заслуженный мастер спорта по акробатике. Один из ведущих прыганок был. Второе место на Союзе, серебро. Бонька, ты чего привныла? Уйди, запрыгивай туда, чего ты тут сидишь? Про тебя тоже... Сейчас расскажем. Не, не надо, не надо там трогать этот микрофон. Ну, считался по тем временам, считался очень крутым акробатом. Ну, из спорта попал также в цирк. Вот. Тогда было престижно работать в цирке. И вот так вот сложилась судьба. А я занимался акробатикой, естественно. Немножко, немножко калибристикой. Ну, как все цирковые дети? Немножко, там, гимнастикой. Всего по чуть-чуть джонглированием. Ну, меня привлекала дрессура почему-то. Я не знаю, но как-то подсознательно. У тебя есть какие-то записи твоего выступления с Джериком? Есть. Одна запись, случайно нашел. Ну, это уже такое, на спаде было. Он уже был возрастной. Это был Гомель 90, 90... Вот сейчас не вспомню, но это 90, по-моему, восьмой год. Вот. Кстати, очень обидно, Том, знаешь, за то, что многие артисты, которые выступали, действительно очень высокий уровень держали. В то время не было, друзья, видеокамер, не было возможности постоянно снимать. То есть, вообще, событие было большое, когда кто-то приезжал с телевидения, и вот есть старые записи советского цирка, например. То есть, это вообще было что-то феноменальное. Когда записывались в цирковую программу, выступления артистов, это было очень круто. Были. Но очень много просто артистов, о которых мы не знаем. И, действительно, есть хорошие специалисты, дрессировщики, акробаты, гимнасты, которые показывали невероятные вещи. И, к сожалению, это вот в памяти, как говорится, на пленке или еще где-то, там, на дисках, мы не увидим. Ну, есть старые записи на 8-миллиметровых вот этих камерах. Артисты сами снимали, кто-то... Еще камеры такие большие, помнишь, были с огромными кассетами? Да. Ну, еще вот такие были. У моего отца было, и заснята работа. У меня есть в памяти, отцифровано все. У меня есть работа отца моего. Бонька, иди сюда, чего ты там спряталась? Сиди моя королева. И можно поискать. И телевидение раньше снимало, были передачи про цирку. Садись дома, посиди. Притом передачи были региональные. И, например, белорусское телевидение снимало, и в Екатеринбурге была передача, очень много о цирке велась. Поэтому... Так, чтобы были... У меня есть, но это надо вырезать просто. Там заснята полностью программа. Белорусское телевидение. Я не помню, как это называется. Том, если найдешь запись, вот, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях запись своего выступления. Напишите, пожалуйста, в ваших комментариях, интересно ли вам посмотреть выступление Тома. Я обязательно на свой YouTube канал выложу. Ну, надеюсь, получится все-таки ее опубликовать. Вот. Ну, вообще, друзья, я... Что могу о Томе сказать? Что вместе мы практически... Ну, сколько? Лет 30, получается. Очень большой срок. Почти 30 лет. Да, это целая жизнь. Вот. Том очень много лет проработал с кавказскими овчарками, помогал маме, дрессировал. Потом сам работал, также выступал с этой породой собак. Вот. Мне помогал. Мы вместе работали с Томом, когда я жонглировал на мотоцикле. То есть, агроматический мой номер. Кстати, зайдите, обязательно у меня есть рубрика. Не рубрика, а плейлист. Смотрите. Бонька, ты что такая серьезная? Она... Интервью дает. Да? Ты интервью даешь? Ты мой королева родная. Не, она удивлена, почему у нее нет микрофона, а у меня есть. У Тома есть микрофон, да. Отлично. Сейчас она снимет. Это микрофон будет. Вот. И еще, друзья, если вам, в принципе, интересно вот такое видео, обязательно напишите. Ребята, напишите свои вопросы также в комментариях. И, возможно, если вам понравится, мы что-нибудь такое интересное тоже снимем. Может быть, вам захочется что-то узнать. Вот. И мы, точнее, я засчитаю или Том засчитает комментарии ваши, снимем еще один ролик. Не забывайте, ребята, про телеграм-канал Дан Запашный Лайв. Там тоже много чего интересного найдете. А также у нас есть страница в Бусти. Вон, Боня точно знает. Страница в Бусти, где вы можете нас поддержать, поддержать наше творчество. И это совершенно независимая площадка от Ютуба первая. Ну, то есть, все видео сначала появляются там, потом уже на Ютубе. Всем желаем хорошего настроения. До скорых встреч в следующих роликах. Всех обнимаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok